Это Далила. Далила, скажи, я немножко тоже побаиваюсь, когда особенно много, но еще новые люди, когда приходят, скажи, мне страшно, но вот Далиле тоже приоперировали глазки, она стала себя хорошо чувствовать. Это с ближайшей территории санатория кошечки. Приют «Кот-курорт» снова пополняется новыми четвероногими постояльцами. Брошенные животные находят здесь заботу и временный дом. И так продолжается уже много лет. Но своих новых хозяев хвосты, так ласково называют здесь своих подопечных, могут так и не дождаться. На данный момент дальнейшее существование приюта в Сестрорецке находится под вопросом. Наш приютик продолжает располагаться в месте, которое все-таки не предусмотрено для содержания собак в первую очередь здесь, так как здесь живут жители, многоквартирные дома. Мы прекрасно это все понимаем. Тоже не хочется здесь совершенно держать собак, но места другого нет. Поэтому как временная мера, мы хотим рассмотреть вариант какой-то аренды, но максимально удаленные от жилых застроек. Может, у кого-то что-то есть, у знакомых, в аренде. Мы готовы на год-два арендовать место, где могли бы расположить собак, чтобы все-таки они не мешали жителям, ну и, соответственно, продолжать заниматься их судьбой. Хороший. Хороший. Это кто? Это Ричард. Ричард – львиное сердце, скажи. Нам исполнилось три года, и мы почему-то стали не таким добродушным, как вы. Сегодня в приюте ждут новые семьи – 20 собак. Количество кошек постоянно меняется, так как сейчас сезон котят в самом разгаре. Все животные здесь имеют ветеринарные паспорта и необходимые прививки, что немаловажно для новых хозяев. Приют готов переехать в более подходящие условия для достойной жизни своих подопечных. И под эти цели благотворители предоставили в дар земельный участок в Ленинградской области. Но и здесь, как оказалось, тоже есть свои сложности. Строительство участка нашего не может быть таким быстрым, потому что, первое, у нас нет финансирования такого огромного. И, второе, у нас все-таки идут вопросы по подключению электроэнергии. Они тоже не быстрые. То есть нет вроде бы никаких сложностей, но есть документальные проблемы, там, оформление линии ЛЭП, там, оформление сервитуда, по которому должна будет притянута эта линия ЛЭП. Либо все-таки вырубка просеки. Вырубка просеки сейчас достаточно сложна. Сейчас, наверное, будет актуально ставить вопрос о острых материалах, опять-таки в мужской силе физической, да, потому что нужно все равно двигаться, строить. На участке попадала куча деревьев в ураган, поэтому нужно распилить эти деревья, расчистить дорогу, там, сильно ее завалило упавшими деревьями. Ну, и, в принципе, там, нужен трактор, чтобы снимать грунт на участке, ну, и чтобы хоть что-то начинать делать, да. Там воду нам должны пробурить скважину уже, вызвался волонтер, который готов заниматься водой нам. В случае, если новый временный дом не смогут найти в ближайшее время, четвероногих друзей человека снова ждет незавидная участь. Это место городского своза собак, где животные окажутся в гораздо худших, чем сейчас условиях. Пока вопрос с арендой нового участка остается открытым, в приюте традиционно будут рады любой помощи волонтеров. Нам, конечно, как всегда требуются люди живые, кто готов приходить убирать у кошек, заниматься с ними, гладить, общаться. Вообще, в принципе, нам в команду хотелось бы иметь еще каких-то активных людей, которые готовы заниматься спасением жизни. Мы с удовольствием примем, как бы действительно нам очень-очень нужно. Нужды у нас, как всегда, особо неизменные по поводу кормов. Собаки у нас едят по-прежнему корм в Сириус, кошки на реалканини для стерилизованных, пеленки, наполнитель древесный, глистогонные препараты всегда, обработки от блох. Это всегда нужно. То есть это монотонные, ежедневные, рутинные товары, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности животных в приюте. Мау. Мау. Субтитры сделал DimaTorzok